Не пьющий не знает, как вкусна вода с похмелья. Как и Бухарик не знает, как вкусна вода после тренировки. А мало кто из любителей ММА знает, что толковые бойцы есть не только в UFC и Беллаторе, а также и в других малоизвестных чемпионатах. Ведь все великие бойцы начинают именно с мелких турниров. Привет, тюльпаны в тени абрикосы! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу, может для кого-то и не самые лучшие нокауты, но точно красивые и даже невероятные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА, или по боксу, или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании. И узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу чьи. Никогда недооценивай соперника, ведь даже на вид пельмень может бить как ван дам. Просто нога с разворота, просто непонимание, что произошло соперникам, просто спазм в печени, просто тошнота в горле. Если в тебе нет чести, ты хуже червяка, копающегося в куче навоза, ибо он хотя бы делает полезное дело, а ты оскорбляешь своим присутствием ринг. Несмотря на красивый нокаут, боец унизил себя дальнейшим ударом ногой по лежачему без сознания сопернику. База – это как чистка зубов по утрам. Нужно делать постоянно, чтобы в бою сделать такую жесть, как этот боец. Уважение к сопернику – это один из каменных постулатов боев, о котором нужно помнить всегда, ведь ты такой же боец, и тебя могут покалечить так же. Удар ногой с разворота, как радуга, может иметь разные окраски и прилетение. И в голову, и в корпус, как в этом моменте. Новое вино разливают в новые бутылки, а старыми ударами отправляют в новые нокауты. Классный боковой и жестокий нокаут. Никто не спотыкается, лежа в постели, но все получают, выходя на бой. А получить хайкик навстречу – это не обидно, но больно. Как укус Скорпиона своим жалом, вертушка в цель – так же прекрасно. Колено в прыжке – это как Рафаэлло, так же прекрасно и вместо тысячи слов. Нет иллюзий, нет и разочарований, но выиграть в бою хочет каждый, а победа достанется тому, кто выбросит точную двойку. Когда ты здоровяк и умеешь бить от жопы, все вопросы закрывают именно так. Нет ничего страшнее дурака и ничего опаснее стратега, как этот красавчик, который спрятал хайкик передней ногой легким джебом. Бить даже защищаясь – это отличное умение, которое принесет не одну победу, как и этому бойцу, который умудрился пробить в челюсть, делая нырок. Когда умеешь махать руками так, чтобы сквозняком сдувало первый ряд зрителей, победа тебе обеспечена. Когда у тебя кулаки, как кувалды, вообще не важно, какой удар бьешь, главное куда-то попасть. А если красивым апперкотом, то нокаут обеспечен. Тайминг и точность – залог отличного удара. А когда он еще и неожиданный и летит под непонятным углом – это шедевр. Герза стигра не всегда помогает, особенно если перед тобой охотник с ружьем. Как и у бойца, когда перед тобой соперник с нокаутирующим ударом. Когда бойцы идут в обмен, кто победит, решается еще в детстве в деревне у бабушки. Кто помогал и колол дрова, победит того, кто за сараем курил сено. Удар, как субзиров, может не сразу уничтожить, а сначала заморозить, как в этом эпизоде. Боец после удара начал шататься, как зомби, а только после второго рассыпался, как карточный домик. Муравей не может победить жука одним укусом, но когда их сотни, никто не спасется. Как и в этом эпизоде, в котором боец развил свою атаку после отличного колена в прыжке. Удар, отработанный тысячу раз, становится разящим мечом, прямо как в этом эпизоде, который закончился классической комбинацией из двойки и хайкика, отработанной до автомата. Как синичка-предвестница весны, так и разворот бойца к противнику спиной – это предвестник гибели, как в этом эпизоде, который японский мастер закончил отличным коленом в голову со спины. Годами отработанные удары на дискотеках приносят победы в клетке, даже несмотря на то, что не очень техничны. Главное попасть в голову, а там пацаны помогут доработать. Опущенные руки для бойца – это хуже слепого рефери, ведь любой быстрый удар в голову, даже без подготовки и комбинаций, будет нокаутом. Когда ты готов терпеть, чтобы победить, противник готов сдаться, чтобы не умереть. Отличный боковой от бойца после того, как он перетерпел атаку. Неожиданный хайкик – это огромная сила, хотя многие говорят, что применять его в бою против борца нельзя. Но когда он выброшен в правильный момент – это нокаут. Как Саванни всегда рассчитывает толщину дупла и застреет, так и бойцы не всегда учитывают длину рук и падают, пытаясь уйти головой. Иногда хитреца называют подлецом, но только не в боях, где его всегда назовут стратегом. Показать проход в ноги и пробить в голову – это классика обмана. Выпил – закуси, а если попал – добей. Два железных правила каждого бойца. Только одно используют в бою, а второе – после. Двойка – это мать удара, а когда она выброшена навстречу, становится настоящей злой мачехой, отправляющей в нокаут. Когда ты мощный, как дуб, да такой, что может выдержать бурю в виде хайкика, все равно не расслабляйся, ведь термиты не дремлют, а соперник может ударить и корягой, выкорчевав тебя с корнями. Если ты человек, не корчи из себя терминатора, а держи руки в защите и дерись, а то стоматологи нынче дорогие. Как ни крути, а выброшенные в догонку хайкики – это очень страшная сила, ведь противник их не ожидает, думая, что уже разорвал дистанцию и можно расслабиться. Такой нокаут можно увидеть так же часто, как метеорит, летящий на землю. Нокаут в прыжке коленом, но не в голову, как обычно, а в корпус. Вот это поворот. Не спрашивайте тренера, зачем делать базовые вещи на каждой тренировке. Лучше просто смотрите нокауты и все поймете. Из любой ситуации есть выход, даже когда тебя вяжут в клинче, как удав зайца. Заяц может укусить за хвост, а ты можешь всадить локоть. Как охотник настигает своей пулей даже самого матерого кабана, боец может настигнуть хайкиком даже шустрого соперника. Вертушка – это всегда красиво, но когда ее применяют в ММА, вдвойне прекрасно. Ведь вероятность ошибки и перевода в партер высока, но награда за лучший нокаут велика. Как нет света без тени, так нет и нокаута без точного удара. А когда он один, это вдвойне прекрасно. Двойка всему голова. Несмотря на то, что все ее умеют бить еще с сопливых лет и учатся от нее защищаться еще раньше, все равно она отправляет в нокаут немало горячих голов. Бой – это непредсказуемая и загадочная вещь, как в этом эпизоде. Оба бойца пошли в обмен и оба попали друг к другу одинаковые удары. Но один ничего не почувствовал, а второй упал в нокаут. Не бояться и бить навстречу – это один из важнейших и опаснейших моментов в боях, который может отправить в страшный нокаут. Как солнце, восходящее из-за гор, хайкики без подготовки с места прекрасны своею красотой. Пишите в комменты, какой нокаут вам понравился больше всего и какими нокаутами вы одерживали победы в кабаках. Субтитры создавал DimaTorzok